Если бы это не было под таким легендарным местом, выглядит это как обыкновенный трубнокабельный коллектор. Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Stepbook. Вы уже видели мои репортажи из кабельных коллекторов Москвы, а сейчас я нахожусь в кабельном коллекторе, который только строится. Здесь считовым методом осуществлена проходка. И затем уложены бетонные сборные конструкции. Еще, естественно, нет никакого оборудования, нет закладных для кабелей. То есть этот коллектор только в стадии строительства после того, как была осуществлена проходка его закрытым способом. Это трубнокабельный коллектор ТКК. И мы предполагаем, что отсюда можно как раз попасть в подвалы МГУ и в МГУ-убежище, которое находится под МГУ. Вот так вот выглядит подходняк, по которому мы сейчас, надеемся, проникнуть внутрь подглавное здание МГУ. Здесь когда-то был перекрыт проход решеткой. Сейчас она либо снята, либо сломана. Нет, похоже, что она сломана. На трубах мы встречаем новую запорную арматуру. В данном случае это перекрывающие клапаны. До монтажа на магистрали они выглядят приблизительно вот так. Сейчас мы находимся в кабельном коллекторе. По слухам он имеет очень большую протяженность. Более 4 километров. Соединяет два района Москвы. Коллектор повсеместно увешан датчиками. Вот, например, на двери стоит гиркон. Вот это вот ответная часть гиркона. Но, судя по всему, те датчики, которые мы встречали, они не рабочие. Коллектор уходит далеко вперед и немного вниз. Подошли мы к одной из камер. Большого диаметра камера. Здесь кабельник поворачивает направо. И сама камера затоплена. Правда, не очень сильно. Сейчас чуть выше уровня подошвы. Но видно, что уровень воды здесь был не так давно выше. Ну и сейчас я немножечко пройду по этому коллектору и покажу вам, как выглядят на стадии строительства подземные коммуникации, в данном случае предназначенные под кабельные коллекторы. Впереди вы можете видеть рабочее освещение. Сейчас я подойду к этому участку. Дальше будет ствол, через который ведется проходка. Выемка грунта, проходка, через который опускают вот эти вот сборные бетонные конструкции. А дальше, после ствола, будет уже живая часть, в которой на данный момент сейчас ведутся работы. я постараюсь тоже туда потихонечку пробраться. Вот тут вот видны инвентарь рабочих. интересный момент. Вот здесь, несмотря на то, что бетонные конструкции только уложены, арматуру уже, они уже разрушились, можно видеть арматуру. А так выглядит один из проходов под главное здание МГУ. Все неоднократно заварено решетками, которые, очевидно, неоднократно ломали. Здесь мы видим компенсаторы, установленные на трубах теплосети. Теплоноситель может достигать температуры в 150 градусов Цельсия, при этом металлические трубы из-за нагрева расширяются и может произойти прорыв. Компенсаторы предназначены для снижения нагрузок, возникающих при нагреве труб. Подошли мы еще к одной камере. Она представляет из себя стакан диаметром около 5 метров. Кабели уходят наверх, наверху большая камера и вот такая вот красная кнопка. Нажми на нее. И сбегутся злые дяди-монтеры. Итак, я подхожу к стволу, за которым начинается живой участок. Поэтому постараюсь не шуметь. здесь вот тачка, на которой рабочие подвозят все необходимое. Я выхожу в ствол. Вот так вот выглядит ствол. Глубина этого ствола порядка 4-5 метров. Я пришел из той части, которой не рабочий. Попробую пройти немного туда, где сейчас ведутся работы. Проходка закрытым способом ведется тоннелепроходческим щитом. Отсюда и другое название этого способа щитовая проходка. Режущая головка щита вращается с определенной скоростью, зависящая от типа породы, обеспечивает разрушение грунта и подачу его к шнековому транспортеру, находящемуся позади головки и предназначенному для транспортировки выработанного грунта. Проходческая машина состоит из самого щита и его подвижно закрепленной хвостовой части. Движение щита вперед обеспечивает гидравлические домкраты, способные выдвигаться на различную дистанцию, тем самым обеспечивая необходимую траекторию движения щита. Под защитой хвостовой части смонтирован установщик тюбинговой крепи, или, проще говоря, тюбинговой. При проходке сразу производится монтаж бетонных тюбингов, а пространство, образовавшееся между тюбингами и выработанным грунтом, заполняется бетонным раствором. Далее укладывается гидроизоляция и производится внутренняя обделка коллекции. Получается своеобразный слоеный пирог, поэтому внутренний диаметр коллектора почти на метр меньше диаметра щита. Это уже старые элементы трубно-кабельного коллектора, возможно, даже сейчас не действующие. Очевидно, они относятся по годам постройки примерно к времени постройки самого МГУ. А вот это дренажная канализация, проложенная под коллектором. Решетка этой канализации. Как подобает каждому баяну, здесь можно найти наскальную живопись по поводу комплекции отдельных частей тела. Дошли мы до начала этого кабельника, до загутовки. Сама камера, где кабели входят в этот коллектор, оказалась затопленной. Вот так выглядят площадки для обслуживания кабелей. Несколько площадок гильз, из которых выходят кабеля. Сама затопленная камера и в углу лестница, которая ведет скорее всего на улицу. Хорошо слышен гул от работающих механизмов. Там впереди видна сварка. сварочные работы. Я совсем уже подошел к живой части. Вот там стволы видна вагонетка. Вот слышно как наверху что-то делают рабочие. я пойду обратно на выход. Здесь еще против меня играет эхо. Потому что малейший шорох разносится по коллектору эхо. И меня прекрасно слышно. За несколько метров отсюда и так я возвращаюсь к стволу, через который я сюда спустился и буду выходить наружу. Спустя полгода я вернулся в этот коллектор посмотреть как продвигаются работы. Проходка была полностью завершена и в коллекторе монтировали оборудование и закладные для кабелей. Не забывайте подписываться на наш канал кто этого еще не сделал. Будет очень интересно ставьте лайки ну или дизлайки если вам что-то не понравилось. Всего вам самого наилучшего! субтитры